Согласно проекту многоэтажного комплекса, предоставленному заказчиком Бишкегла в архитектуре, здание за моей спиной должно было быть совсем другого цвета с использованием дорогостоящих и качественных материалов. Однако, как говорится, на бумаге одно, на деле другое. Первоначальный план фасада этого здания, находящийся в одном из южных микрорайонов столицы, полностью изменен. К примеру, здесь застройщик использовал дешевую отделку, а люкобонд вместо керамогранита, как было указано в проекте. Несмотря на то, что многоквартирный дом недавно построили, его фасад уже начал разрушаться. Мы считаем, что это прямое нарушение правил благоустройства столицы города Бишкек. Потому что на следующий день гостехинспекция принимает объекты без участия Бишкегла в архитектуре, уже выпускается момент контроля и надзора со стороны Бишкегла в архитектуре. А во-вторых, когда объекты принимаются в нарушении, в отклонении от проектов, это прямой вред и городу, и жителям столицы, без благоустройства, без парковки, без пандусов. В кодекс о нарушениях Бишкегла в архитектуре включили как орган, который может принимать постановление и выписывать предписания в отношении застройщиков. Однако осуществлять дальнейший контроль строительной площадки они не вправе. Эту работу выполняет уже другой орган – госэкотехинспекция. Вы правильно говорите, гранеты должны были отделываться, фасадные части, они меняют намного дешевле, дешевые материалы. Ну, кто должен ответственности? Автор проекта. А как наказать? Вот это решение, механизмы у нас не предусмотрено. Именно такая ситуация сейчас сложилась с проектными отклонениями зданий. Так сказать, нарушения есть, а виновных нет. В то время как в соседних странах инфраструктура города развивается только в лучшую сторону, в нашей стране проблем, связанных с этим вопросом, становится только больше.